Привет! Спасибо, что заглянули на мой канал, спасибо, что смотрите это видео. Жизнь продолжается, и я продолжаю вести свой блог на моём канале Королевство Норвегии. Прежде чем я продолжу, хочу поблагодарить всех тех, кто вчера мне написали под моим видео Царство Небесное в Украине, написали слова поддержки, выразили своё соболезнение. Спасибо вам большое, я, честно, не ожидала на такую реакцию. И я понимаю, что не нужно гнаться за количеством подписчиков или просмотров, а нужно гнаться за качеством людей, которые смотрят мои видео, что лучше меньше. Но действительно, эти люди твои единомышленники, и мы не должны соглашаться с друг другом, мы не должны быть похожи на друг друга, потому что в этом есть кайф человеческого общения и вообще кайф в людях быть разными, но разными в хорошем смысле слова. Поэтому большое вам спасибо, спасибо, что вы смотрите мой канал, спасибо, что вы остаетесь со мной, друзья, вы просто самые-самые. Вы знаете, сегодня я не смогла сидеть дома, в доме никого нет, если вчера ещё на втором этаже были мои свёкры, когда они шумели, двигались, передвигались и создавали атмосферу присутствия, то сегодня у меня вообще полное ощущение было одиночества, и сама наедине со своими мыслями это не есть хорошо. Я сходила в лес, смотрела, есть группа на фейсбуке любителей грибов в Норвегии, уже начинают постить фотографии с лисичками, я сходила сегодня в лес, проверила, но у нас было очень сухо, очень жаркое лето, вот как говорили за последние 70 лет, и дождик буквально вот в пятницу прошёл, но ещё нет грибов, надо подождать. Поэтому я сходила безуспешно в лес, подышала свежим воздухом и поняла, что мне не нужно сидеть дома, я хочу быть среди людей. Я поехала делать шоппинг в обычный продуктовый магазин, потому что я сегодня посмотрела почту, и я нашла газету о скидках. Сейчас я найду вам газету, покажу. Вот эта газета о скидках, есть такой магазин, Евроспар, потом я ещё нашла в Миних скидки, вот всё по 10 крон, ну не всё по 10 крон, товары, которые по 10 крон. Я думаю, супер, пойду-ка я полажу в этом магазине, и этим самым немного разбавлю свои негативные мысли. Так, конечно, товаров много, но это не значит, что я покупаю их все. Почему? Потому что я сейчас вам покажу, что я купила, покажу чеки, сколько я заплатила. Есть интересные предложения, есть и сладости, есть и мясо, сосиски, соусы, всякие вкусняшки, которые откладываются в ляшки, шоколад, чипсы, есть продукты для животных, есть и химия для дома, мыло, шампуни, бальзамы, всевозможные, сауса. Это всё продаётся по 10 крон. Я вам сейчас покажу, что я купила. Я покупаю, конечно, то, что мне нужно. Ну, давайте покажу в конце концов. Вот, что я купила. Давайте я начну с этой стороны. Перчёная макрель. Купила себе три штуки. Я люблю макрель. Она может долго храниться. Капуста. Целая головка 10 крон. Йогурт. По 10 крон. Горошек. Два вида их. Дольки мандарина. Кокосовое молоко. Знаете, я не могу сказать, что без акции эти продукты стоят баснословные деньги. Ну, возможно, вот такой горошек будет стоить где-то... Ну, сейчас я не вспомню. Цену. Ну, пускай 15 крон или 19 крон. Тем более, это Эльдорадо. Нет, он не стоит такие деньги. Ну, где-то вот 11-90. Кокосовое молоко 10 крон. Единственное, вот этот суп Хайнс. Томатный суп. Это самый любимый мой суп. Я очень люблю помидоры. Я могу помидоры есть с кетчупом. Видно, у меня в организме что-то не хватает. Вот этот суп, он стоит 29,90. Очень выгодно покупать его по 10 крон. Оливки. Они стоят 19 с чем-то. 19,90 по 10 крон. Хорошее предложение. Попкорн. У меня муж обожает попкорн. Именно вот такой, чтобы ему самому можно было его приготовить. Купила ему. Экологическая фасоль. Консервированная. Можно борщик с нее сварить или салат. Соуса. Это из китайской кухни. Мы с Украины привезли сковородку фок. Вчера жарили. Очень вкусно все. И вот я купила соуса, потому что вчера я ничего себе не нашла. Пришлось импровизировать. Разные терияки. Соус. Сладкий соус. С луком. Так, дальше идем. Это свинина. Нет. Ничего себе я купила. Это индюшатина. И курица. Ну, ничего. Вот это свинина для мужа. Как это я так грибла и не смотрела, что я покупала. Получилось 3 свинины и 1 курица. Ну, ничего. Иначе будет у меня. Я никогда не пробовала такое масло с рапсовым маслом. Масло с рапсовым маслом. Ну, за 10 крон можно попробовать. Если не понравится, можно спокойно выбросить. 2 манго за 10. Эту я уже покупала у Мини. У них тоже сейчас проходит. Это другой супермаркет. Более такой элитный. Соответственно, цены там побольше. Но у них тоже есть. Это скидка по 10 крон. Не все. Я купила такие перчики на салат. Купила такие огурчики. Потому что в Норвегии продаются огурцы поштучно. И они большие, длинные. Я купила такие baby огурчики. Они даже, по крайней мере, вкус огурца. 100 грамм 10 крон. Получается 100 крон за килограмм. Яичная вермишель для лапша. Это все будет сюда. Будем жарить в нашей бокс-сковородке. Морковка. Стоит 10 крон. Здесь не килограмм. Здесь 600 грамм. Я посмотрела, сколько стоит килограмм морковки. Морковка самая дешевая. Вот это вот first price. Килограмм стоит 19,90. Здесь же получается 16 крон за килограмм. Все равно выгодно. Расскажу немножечко. Вот это 10 крон. Это такой, знаете, маркетинговый ход, который обманывает. Потому что всегда нужно смотреть не за сколько стоит за штучку, а сколько стоит за килограмм. Всегда на ценниках, или практически всегда на ценниках указано за килограмм. Цена за килограмм маленькими такими буковками, или за штуку. Например, если это гигиенические прокладки или памперсы, будет цена за упаковку. И маленькими буковками внизу будет написано, сколько стоит одна штучка. Вот всегда нужно ориентироваться не на цену, сколько стоит упаковка, а смотреть, сколько вы заплатите за штучку. Также и шампунь за литр. Может стоять цена за упаковку, за бутылку. И рядышком будет цена за литр этого шампуня. Поэтому всегда нужно смотреть, если эта упаковка стоит 10 крон, но здесь 600 грамм, и рядышком лежит упаковка, где килограмм, и цена 19,90, то лучше посмотреть, сколько эта морковка будет стоить в килограммах. И это оказалось дешевле. Вот это не 10 крон маркет. Ну, мне нужна картошка была, я купила себе шампуньоны. Я хочу сварить сегодня такой суп. Очень вкусный, очень острый. Я сегодня ужинать буду одна у моего мужа. Бот Тюр, он уходит, идет с своими друзьями ловить макрель. Сыр 10 крон. Я думала, муж придет сегодня, чайку попьем. Купила такие булочки. Две штучки за 10 крон. Вот, сок. Что я вам и рассказывала. Вот эта бутылочка стоит 10 крон. Бутылочки 250 миллилитров. Так вот, если посчитать, сколько стоит 1 литр. Да, вот один у нас литр. 10, 20, 30, 40. За 1 литр я заплатила 40 крон. Ну, это мы не будем учитывать. Я нашла сок, который не хуже по качеству, который стоил на крону дешевле. Поэтому, если вы берете много, то, конечно, невыгодно брать вот по 10 крон много таких бутылочек. Выгодно просто тара, чтобы удобно ее взять, выпил и выбросил. Всегда обращайте внимание на цену за килограмм, за литр, за штуку, а не за упаковку. Ну, тут я купила уже крымский лук. Не знаю, зачем я ее купила. Это уже когда срок годности подходит. 50 процентов. Пол курицы здесь. Я что-то не додумалась. Думала, сейчас приду, разогрею ее, покушаю. Потом уже купила. Думаю, у меня в холодильнике столько еды. Лук обычный, картошка. Затсук и шампиньоны я купила. Ну, давайте посмотрим, сколько мне все это обошло с счастьем. Вообще, раньше, когда у меня была напряженка с деньгами, вот такие марки реально помогали сэкономить семейный бюджет. Мне как-то парочку доброжелателей писало, что я приехала на все готовое к мужу. Ну, никто же не знает ситуацию, что много чего мы не могли себе позволить. Пока я не работала. Так, вот один чек из мини и один чек с евроспар. В мини я заплатила 148 крон 20 эре. Вы видите, вот все по 10, да. Картошка, правда, не по 10, вот цена 19,40. Нет, это 21,90 за килограмм. Точно, да. Кулек крону стоит. И вот с евроспар. Уже курица она не по 10 крон. Плюс еще вот выбивается к соку тара. Она вернется потом таром, мы сдаем. Вот, видите, 2 кроны мы сдаем. Я получу деньги обратно за эту тару. И сразу мне в глаза бросилась вот такая позиция, как вот эти булочки, которые должны были мне обойтись в 20 крон. А обошлись мне они в 47 крон. Я сделала круг почета. Я вернулась в зал. Я посмотрела на ценник. Вернулась на кассу. И говорю, ну, без руководительства, без ничего, правильно ли здесь выбита цена? Потому что у вас там вывеска, где написано 2 булочки по 10 крон. И она мне, она прочитала чеки, и говорит, ну вот, смотрите, у вас же здесь минус идет. И знаете, настолько приятная женщина с улыбкой объяснила, что я говорю, господи, простите, я до конца чек не досмотрела. Она говорит, а ничего страшного, не запрещено же ведь спросить. И я себя поймала на мысли, поймала себя на мысли, что вот мне не хватало в последнее время вот этого нормального человеческого общения с незнакомыми мне людьми, которые не хамят, не огрызаются, не делают вот эту кислую мину, как вот в Украине. Идешь в магазин, стоит эта продавщица на колбасных изделиях, просишь ее, нарежьте мне слайсиками вот такой кусочек, и она тебе открывает хамовитая, свой рот хамовит, я не могу кусочками нарезать вам слайсиками вот такой кусочек. Ну, в общем, стоят такие королевы в изгнании, которых оштрафовали, отправили в Украину обслуживать обычный люд, и вот она вся такая королевичная стоит и не знает себя приткнуться. Но эта женщина, которая мне объясняла этот чек, знаете, с улыбкой, просто пошутили, поражали на кассе, это заняло, ну, на 2 секунды больше, это общение, но я себя почувствовала, что... почувствовала себя как рыба в воде. Прошлась по магазинам, пообщалась с людьми, потом с обычными продавцами, не с кем-то там, да, хотя и знакомую встретила со школы, которая уже на пенсии, вот мы пообщались, здесь она рассказала, куда она съездила в отпуск, куда я съездила. Съездила я сюда, в наш городочек, зашла еще... Ой, забыла вам показать, купила я сыр. У нас открылся местный магазин, где работают, где делают сыр. Девочка с Литвы, мальчик с Норвегии, мужчина, и они делают сыр и продают. Конечно, цены там заоблачные, небольшой кусочек, сейчас пойду поищу, где этот кусочек. Стоил... Я заплатила 98 крон за этот сыр со вкусом пиццы, но это того стоит, действительно, сыр очень вкусный. Потом я зашла еще в один обувный магазин, понимаю, что обуви у меня вагон и тележка, но все равно просто соскучилась за живым человеческим общением с незнакомыми людьми. Шла по тротуару, шла пожилая женщина на этом руляторе, такие... Как это называется? Даже описать не могу вам. На колесиках такая перед ней идет тачечка, где они упираются. Это называется на английском языке рулятор. Если я найду в интернете, я вам ставлю картинку. Это будет лучшее объяснение, чем я тут описала. Я ее просто улыбнулась на своих 30 кривых зубов, и в ответ эта женщина тоже начала улыбаться, и как-то так... Хотя мы друг друга не знаем, не знакомы, вообще никак. И настолько это приятно. Пускай эти продавцы, когда обслуживают, они на кассе улыбаются. Пускай в середине, может быть, она ненавидит свою работу или покупателей, но этого не видно. Может, у нее что-то в доме случилось, какие-то неприятности, но все равно они все, практически все улыбаются, все желают хорошего дня. Спасибо, пожалуйста, это... Ну, это стандартный набор. И пускай кто-то говорит, ой, это так неискренне, но зато это лучше, чем сидит эта королевишна на кассе с таким улыбой, и уже она тебя ненавидит. Ты еще не успела ей даже сказать здравствуйте. Ты еще даже не додумал, что ты хочешь, и тебя уже ненавидят. Вы знаете, как я люблю троллить, по-хорошему троллить продавцов в Украине. Когда рассчитываешься на кассе, говоришь им спасибо и желаешь хорошего дня. У продавцов, где-то у 90% продавцов у них такое выражение лица, что ты им пожелал неожиданно что-то хорошее. Прямо ж... Такое выражение у них странное на лице. Хотя казалось, это не так сложно пожелать хорошего дня, хорошего вечера. Вот я заметила в Украине вот в маленьких вот этих кафешках, где продают кофе, где работают молодые ребята. Вот как-то там попроще что ли. Ну, наверное, они понимают, что это их не бизнес, и такие элементарные фразы, как спасибо, пожалуйста, хорошего дня, лучше всякой другой рекламы. У меня мама любит кушать мороженое в одном месте возле метро «Харьковская», кто из Киева. Кафешка это находится среди таких непрезентабельных ларьков, и там ребята продают молочные коктейли, холодный рячик кофе, мороженка. И мама говорит, я люблю туда ходить, потому что там ребята настолько доброжелательные, всегда вот спросят, что хочется. Даже я сама не знаю, что я хочу, но вот они, говорит, молодцы, я всегда им оставляю на чай. Вот даже мне им хочется оставить что-то приятное, пускай несколько гривен, всегда мне хочется вот сделать им так же приятно. И да, есть над чем подумать. Так, ребят, буду я это все раскладывать теперь по шкафчикам. Грандиозного ужина мне готовить сегодня не надо. Муж у меня едет ловить макрель, как я уже сказала, но это макрель не для того, чтобы ее кушать. Потом эту макрель порежут, и на нее будут ловить лобстеров. В прошлом году мой муж получил лобстеры, у него так же видео он снимал, когда он там ловил эту макрель. В общем, интересно. Да. Так что он там с ребятками и своими дружбанчиками будет где-то кушать. Как всегда, в Макдональдсе зайдет и наестся всякой невкусной, неполезной еды. Уже худеть нам надо, уже в двери не входим. Все, ребят, спасибо большое, что вы со мной, что вы тратите свое драгоценное время на мой канал Королевство Норвегии. Безумно всех обожаю. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, хорошего здоровья. Мы обязательно увидимся, несмотря на то, что завтра у меня начинается уже рабочая жизнь. С одной стороны в предвкушении, и с другой стороны страшноватенько. Хочется, чтобы все получилось. Знаю, что еще у меня должок из Израиля. Столько видео мне нужно выложить, но одно видео меня тормозит, его надо озвучить. Я не заметила случайно на видео, когда я снимала, попалась музыка. И Ютуб очень строгий с этим. Мне просто или заблокируют это видео, или я не смогу монетизировать. Хотя очень классное видео. Ну, немножечко дайте мне время, я все сделаю. Сейчас моя жизнь, надеюсь, придет в порядок, и голова немного остынет, и в общем главное, чтобы было здоровье. Все, всем большое спасибо. Не забудьте поставить лайк, если есть вопросы, задавайте под видео, если нет вопросов, просто комментируйте. Мне приятно читать ваши комментарии. Все, всех люблю, до новых встреч, пока!